Женщина через год после случившегося прислала к нам видео. 7 января в 6.55 утра она ехала на такси с работы. Водитель такси показывает следы пули, попавшей в боковое зеркало машины. Другие пули военных попали в заднее стекло такси. Когда машина проезжала перекресток Абая-Фурманова, по машине открыли стрельбу военные. Каким-то чудом женщины и таксисты остались живыми и невредимыми. Пострадала только машина. Многие защитники режима утверждают, что военные стреляли только по подозрительным тонированным машинам. Так вот, неуважаемые, машина, по которой стреляли наемники Тукаева, не была тонирована и в ней не находились бандиты или погромщики. В машине находились женщины и таксисты. Это было хорошо видно военным. Военные стреляли потому, что понимали свою полную безнаказанность. Понимали, что приказ Тукаева стрелять на поражение полностью развязывает им руки. Видео публикуем в качестве еще одного доказательства ничем не спровоцированной жестокости военных в январе 2022 года в Казахстане. Нет никаких оправданий Тукаеву и его подручным. Я не мог бы называть себя так, а так. Так я не смог. Новый город первый год не успешно. Новый город. Все, что я могу найти на то, что я, злая. Новый город. Новый город был в январе. Он был из-за логическойrene. Я знаю, что я не буду делать. Убираюсь, что в Казахстане и руководите. Меня и живут в Январе. Я могу найти его обострел в январе. Субтитры создавал DimaTorzok